Всем привет! Меня зовут Константин. Вы на канале Караваны России. Наш канал о караванах и автодомах, об автомобилях, на которых можно и нужно путешествовать, о палатках и аксессуарах для автокемпинга. Доброе Санкт-Петербургское дождливое утро всем! Начинаем буксировку. Сегодня у нас на Фаркопе самый большой представитель модельного ряда от производителя Хобби. Хобби Престиж 720К WFU. То есть это большой двухвостный караван с детской планировкой. Не просто с детской планировкой, а с отдельно изолированной детской комнатой. Комната совмещена с санитарной комнатой, отдельный вынесенный душ, отдельный туалет. То есть очень много комфорта, очень много места. Естественно, это большой семейный караван обладает всеми функциями зимнего комфорта. Система отопления Альды, жидкостные, теплые водяные полы для большой дружной компании, большой семьи. Газовая духовка с газовым грилем, поэтому можно абсолютно комфортно стоять в любом интересном природно-климатическом месте. Вне зависимости от сезона. Лето, осень, весна, зима вам одинаково будет комфортно в этом караване. Караван имеет размерность 9 метров 4 сантиметра. Это длина с дышлым. Но сам размер 720 серии говорит о том, что 720 это внутренний размер каравана. Ширина, конечно, на такой длине максимальная, 2,5 метра. То есть максимальный шире 2,5 метров караваны. Европейских производителей не бывают. Поэтому в этом караване есть все для комфорта и отдыха абсолютно в любом месте. Закономерные вопросы, которые нам задают, а сколько стоит такой караван? Это не является тайной. Данный караван имеет заводскую отгрузочную цену со всеми опциями комфорта 29 364 евро. То есть именно за эти деньги можно разместить заказ и купить этот караван на конвейере хобби. Поэтому я отвечаю сразу на несколько вопросов. А правда ли, что караваны в хобби Престиж 720 КВФу стоят 5,5-6-7 миллионов? Потому что разные сведения в интернете присутствуют. Со своей стороны скажу, что неправда. Таких цен быть не может, потому что, вот сами считаете, 29 364 – это отпускная заводская цена. Поэтому мы прикладываем все усилия, чтобы данный караван в подобном типоразмере уже оказался у подъезда клиента за сумму, близкую к 4 миллионам рублей. Но это, опять же, по сегодняшнему действующему курсу. Если по каким-то причинам случится чудо и курс упадет, то цена изменится. Или наоборот, если повысится. Поэтому данный караван абсолютно всепогодный, очень комфортный, очень просторный. По обводам стикеров бортовых и наклеек вы, естественно, узнаете в этом караване. Караван 2021 модельного года. И он действительно не только 2021 модельного года, но и года выпуска. Подобные караваны выпускались в ноябре и в марте. Этот, естественно, мартовского производства, размещенный нами на конвейер. В конце марта произведенный, в течение апреля мы получили все разрешительные документы от Минтранса Германии, подготовили процедуру экспорта из Германии, подготовили процедуру импорта в Россию, забукировали паром, отправили караван. И сегодня мы его встретили, растаможили в порту Санкт-Петербурга, получив, самое главное для порта, это транзитная, таможенная транзитная декларация. И сейчас караван едет за нами в режиме таможенного транзита в направлении московского региона. Погода и все эти дни, ну, на погоду нечего грешить, то есть все нормально. Работали, как всегда, но не очень, конечно, комфортно, потому что начали работу в порту, был ноль, снег с дождем, потом был плюс один, дождь, потом был плюс два, дождь. И сегодня вот уезжаем 4 градуса, и также поливает дождь. Все мокрое, поэтому с собой несколько петровок. Спасает, конечно, портовая куртка. Благодарю за эту куртку опытного караванера Андрейку. Если бы не эта куртка, я бы, наверное, в этот раз вымок полностью. А так очень комфортно, специальная ткань, водостойкая. Вода льет, как из ведра, вся стекает, и вроде бы чувствуешься комфортно. О караване. Караван двухосный, буксируется. Вот сейчас, кстати, прозвучал сигнал. Это автомобиль, предупреждая, что, внимание, температура упала ниже 4 градусов по Цельсию. То есть сейчас и вылезает снежинка, предупреждая, что мы движемся в сторону обледенения, обморожения. Но я надеюсь, что нас не застанет ни обледнение, ни обморожение, что мы примерно в таком режиме и пойдем. Дождь, дождь и еще раз дождь. Когда шел в сторону порта, был дождь со снегом и залипало все. Залипали радары круиз-контроля, активного круиза. То есть все залипало, везде выпадали ошибки. Конечно, погода была майская, но не майская. Караван двухосный буксируется всегда комфортно, потому что правильная развесовка. Весь вес распределен на две оси. Есть сторонники двухосных караванов, есть сторонники одноосных караванов. Я себя не могу причислить ни к одним, ни к другим. Я считаю, что есть просто караваны с удачной развесовкой и есть караваны с не очень удачной развесовкой. Вот иногда прицепляешь караван, начинаешь буксировать и понимаешь, что да, он одноосный, но идет очень комфортно. Или цепляешь огромный двухосный в надежде, что он будет идти очень комфортно, а он так себе идет. Поэтому, прежде всего, мое личное мнение, караваны отличаются именно корректной развесовкой. Развесовка формируется производителем на базе создания конструкционного плана, чертежей, размещения мебели, оборудования. Естественно, все это учитывается и пытаются разместить примерно пропорционально, чтобы основные нагрузки приходились на оси. То есть, никто не размещает большие веса назад или наоборот вперед. Потому что два правила. Нельзя перегружать дышло и нельзя перегружать, то есть, нельзя перегружать сцепной шар и нельзя перегружать корму каравана. Потому что, чем длиннее караван, чем больше масса находится в конце каравана, тем больше плечо моментное, которое в случае чего может сыграть с вами злую шутку. Поэтому, неважно, как вы едете, куда вы едете, старайтесь самый хвост каравана не перегружать. Потому что самая дальняя точка от оси, она не зафиксирована. Если перец зафиксирован шаром и там колебания достаточно умеренные, то задняя точка, она шаром не зафиксирована. Она амортизируется только осью. И имея большую моментную характеристику сзади, у вас может возникнуть как амплитудная раскачка вертикальная, так и горизонтальная. То есть, эффект рыска не появится. А на караванах, особенно больших, особенно длинных, уверяю вас, с этим справиться достаточно сложно. Поэтому лучше подготовиться и подумать, как правильно разместить груз. Итак, продолжаем буксировку. Караван Хобби Престиж 720 КВФУ выпущен с конвейера Хобби Германия в конце марта 2021 года. Полученные документы и по плану поставляется в Россию и далее следует на московский пост. Что можно сказать? Подобные караваны производятся, как правило, два раза в год. То есть, в ноябре мы не успели зайти на этот конвейер, зашли на мартовские конвейеры. На мартовские конвейеры зашли как раз в ноябре. Причем в ноябре уже мест оставалось минимум. То есть, мы нашли квоту и по этой квоте попали на конвейеры. В следующий раз, естественно, это будет уже модельный ряд 2022 года. И, скорее всего, можно будет зайти в ноябре. Об этом надо думать уже сейчас. И можно будет зайти в марте. Об этом надо думать уже сейчас. То есть, вот если положить временную ленту, то все караваны, которые мы получаем с января этого года, это все караваны, размещенные на конвейер заводов Хобби и Фент-караван задолго до этого, естественно. Это были августы, это были июли, это были сентябри, октябрь, там, ноябрь. То есть, мы вот сейчас планово получаем массово караваны октябрьского, ноябрьского размещения. То есть, и это нормально. Это называется плановая немецкая экономика. Я согласен с теми тезисами, что караван получить сейчас сложно. На стоянках их нет, таких караванов. Надо идти в конвейер. На конвейер сложно попасть. Но, если подумать немного заранее, сейчас мы находимся на границе лета 2021, естественно, надо уже подумать, чтобы пойти на конвейер 2022. И надо это сделать сейчас. То есть, если вы мне позвоните в октябре или в ноябре, естественно, мы сможем попробовать пойти на март. Но вот каждый цикл производства, он имеет инерционность. Большинство производителей закрывают заказ за два месяца. А с учетом того, что пандемийный, есть постпандемийный эффект в Европе, то конвейеры, как правило, выкуплены. И мы имеем небольшое количество квот на размещение заказов на конвейер по массовым моделям. 720 KWFU считается массовой моделью, потому что модель достаточно популярна. Модель большая, комфортная. И если учесть, что я являюсь официальным фанатом Fendt Caravan, предлагая, например, подобные модели от Fendt, большинство заказчиков склоняются в сторону именно этой модели. Почему? Потому что здесь есть очень четкое зонирование. То есть здесь вот, как в 5.45 КМФ, есть планировка, идеально выверенная компанией Хобби. И в 720 КWFU тоже планировка идеально выверенная компанией Хобби. То есть есть отдельная комната вообще, закрываемая жесткой дверью. Есть отдельный туалет, закрываемый жесткой дверью. Есть отдельная душевая кабина. Есть отдельная детская комната с пространством, с кроватями, с отдельным столиком, с диванчиком. То есть и это, это все в одном караване 720. Поэтому большинство клиентов при выборе караванов большого, 720 размера, склоняются к 720 КWFU. При всем при этом, что караван, естественно, имеет заводскую возможность стать зимним, оснастить его можно системой отопления Альде, и, самое главное, жидкими, теплыми водяными полами от Альде. Поэтому, если кого это заинтересует, пожалуйста, мечты сбываются. Мы не Газпром нефть. Мечты сбываются благодаря тому, что если планово об этом задуматься, спланировать, то можно постепенно выйти на заказ на конвейер и получить свой желаемый караван вовремя. На этом у меня все. Продолжим буксирование, продолжим заниматься интересным занятием, помогать вам реализовывать мечту. Вы были на канале Караваной России. На буксировке у нас присутствует хобби Prestige 720 KWFU. Большой семейный караван системы отопления Альде с жидкими, теплыми полами от Альде и много еще чем. Данный караван впоследствии будет подробно осмотрен. Мы сделаем детальный обзор. Покажем вам, откроем все, покачаем и расскажем из чего он состоит, из каких компонентов и из какой планировки. На этом пока все. Хорошего всем дня. Приятного отдыха и желаю всем хорошей погоды.